привет друзья меня зовут лошкарев андрей это проект все по уму настройки продолжается строительство дома из сип панелей я здесь был 10 дней назад по моему 11 февраля сегодня у нас 21 февраля прошло у нас 10 дней что за эти 10 дней было сделано как вы увидели друзья остался доделать осталось доделать только последний фасад это у нас раз-два-три стенки и работы по сайдингу по наружной отделке дома сайдингом закончены нужно будет сделать только еще цоколь и в принципе наружная отделка закончена я предварительно поговорил до съемок с ребятами и спросил что они делали эти 10 дней значит из этих десяти дней два дня они еще болели три дня они согласовывали различные моменты по отделке что-то там переделывалась то есть не нравилось я это все дальше расскажу там какой-то цвет не понравился заменяли планки что-то перебирали переразбирали вот примеривали потом ребята сами ездили за недостающим сайдингом на это ушло три дня и пять дней у получается рабочий сегодня вот пятый рабочий день когда ребята занимаются исключительно монтажу пойдемте все вблизи рассмотрим поэлементно что было сделано и как было сделано и так прошлый раз с этой стороны стены у нас стояли леса и не было ничего сделано только начиналась работа по отделке этой стены вот была сделана только одна вот эта стена а теперь у нас готов полностью этот фасад так хочу вам показать где у нас идут нахлест и на этой стороне стены то есть задавался вопрос где заканчивается сайдинг и где есть нахлест и сейчас я подойду с другой стороны стены стены и вы увидите где эти нахлёст и вот видите появились вот то есть у нас идет нахлест панели этой на эту поэтому у нас с этой стороны где я стою видно этот нахлест а если смотреть с другой стороны его не видно если вам не нравится вот такие нахлест и то садим делается немножко по-другому вот этот способ отделки сайдинга сайдингом используют с одной целью чтобы сэкономить сами панели то есть здесь идет не идет перерасход со самого сайдинга то есть мы видео крепим одну панель потом другую панель так и до конца доходим если у нас кусочек остался мы отрезаем из маленького кусочка стартуем и получается у нас практически все панели вырабатываются обрезков практически не остается если мы будем делать без нахлестов то есть так аккуратная стена у нас будет я подошел с другой стороны то нужно использовать вот такие планки вот это так называемые аж планки то есть сайдинг вставляется с одной стороны в нее и в другую она является такой стыковочной планкой и на вашей стене то есть у нас сайдинг примерно бывает 380 360 в длину то есть каждые там три с половиной метра 380 у вас появляется вот такая планка и получается если вы хотите вот эту стену всю отделать например она будет 10 метров вам нужно вот эти планки таким образом разместить на стене то есть не только через 360 да а разместить их таким образом потому что они будут у вас сверху вниз на всей стене разместить таким образом чтобы они смотрелись красиво чтобы они с окнами как-то состыковались красиво и вообще на стене смотрелись красиво сожалению на этой стене этого сделать было невозможно потому что у нас окна немножко так несимметрично сдвинуты и вот эту планку такую вот аж планку не пустить поэтому было принято решение сделать не из экономии а именно из к виза красоты сделать без вот этих вот планок целиком с нахлёстами потому что у нас с этой стороны у них нет ни соседей никого вот и дом с улицы вот непосредственно с улицы смотрится аккуратно и нарядно а с другой стороны никто смотреть не будет поэтому не будет видно но если вы хотите вот фасад без нахлёстов используйте такие вот планки аж планки да и забыл сказать когда мы используем вот эти планки у нас расход сайдинга существенно увеличивается потому что у нас появляется очень много обрезков вот мы например через три метра раскидали эти планки и у нас получается что мы почти 60 сантиметров либо 80 сантиметров обрезаем и выбрасываем потому что нам нужны только трехметровые пролеты поэтому с вот с планками расход сайдинга значительно увеличивается намного давайте рассмотрим этот фасад который ребята сделали который не был сделан раньше значит у нас здесь все классические ну так сказать как у нас на первой стене все в сайдинге и вокруг двери сделано имитации под камень цокольным к цокольными панелями это пластик вот это пластик но пластик достаточно толстый и большой плюс вот этих панелей имя вот этими панелями бывает отделывают целиком и дом плюс этих панелей в том что они бесшовные посмотрите я сейчас покажу элемент стены что с этой стороны что с этой стороны вы не видите стыков хотя у нас здесь сейчас я вам скажу раз два три панели состыкован вот состыкованы три панели у нас стык вот здесь вот она одна панель это уже другая это другая раз стык и вот стык но если бы я мне показал вы вряд ли бы на стене это увидели поэтому если вы хотите вообще без планок без стыков то вместо сайдинга вам нужно использовать вот такие вот панели пластиковые просто разница в том что вот эти панели примерно от 5 до 10 раз дороже если сайдинг стоит квадратный метр там 150 рублей то вот эти панели квадратный метр стоят 700 800 тысячу рублей за квадратный метр вот если вы готовы за фасад выложить чуть больше то можете выбрать вот такие панели они бывают совершенно разных фактур они бывают под дерево под под камень разных цветов их очень много видов но они все пластиковые стоят примерно от 5 до 10 раз дороже чем обычный сайдинг переходим к другой стене я ребят перехожу от одной стены к другой не за того что я там хочу вам прям каждую стену снять просто на каждой стене есть разные элементы которых нет на предыдущий вот в частности здесь у нас появилась такая декоративная лишь такое декоративное решение вот между окон вставку сделали из этих вот имитации из пластиковых панелей под имитацию камня вот так же вы помните что на этом фасаде я тогда подходил и говорил что ребята накосячили и закрутили неправильно то есть вот эту вот штуку вот вот эту планку они закрутили на саморезы неправильно я у них сегодня спросил вот оказывается они этот фасад перебирали меняли эти планки но меняли не из-за того что я сказал что там неправильно сделали либо они там действительно неправильно сделали просто заказчик выбрал передумал делать вот эти вот планочки одного цвета захотел чуть потемнее я не знаю вам здесь наверно плохо видно солнце яркое светит но вот эти планки стали чуть чуть темнее вот и из-за этой прихоти ребята перебирали снимали планки крутили новые планки а предыдущий просто ой резкости не было просто выбросили значит что они мне сказали по поводу того что они закрутили вот эту вот жирейку эту вот планку несколькими саморезами и не в прорезь значит это было специально сделано вот не удалось их поймать на том что они халтурщики значит они это делают из опыта значит здесь вот на этой планке вот эти прорези в которые нужно крутить саморезы они находятся достаточно далеко от центра этой планки вот и если закрутить именно так как написано в инструкции как ни странно то у нас не будет плотного примыкания вот здесь планка не будет плотно примыкаться у нас к окну видите здесь практически нет щели и и невозможно вот я ногтем пытаюсь ее как-то вот отщеперить и не получается то есть она плотно примыкает туда не будет попадать ни вода никакая там никакие осадки никакой мусор ничего и они специально это делают вот прикручивают ее плотно-плотно туда глубоко не по инструкции чтобы было вот это плотное примыкание они говорят что из-за теплового расширения из-за температуры из-за того что здесь совсем мало пластика и это по планка узенькая она гулять не будет они это владельцу все пояснили потому что владельцы тоже смотрят мои видео и когда они меняли эти планки на другой цвет они точно также закрутили множеством саморезов их чтобы они плотно примыкали значит здесь на окнах можно было конечно джерейка она не применяется вот эта вот планка не применяется по инструкции вокруг окон вот это уже так сказать решение по ходу пьесы здесь для окон есть специальные наличники они такие широкие вот владельцы заказчики этого дома заказчики этой работы они специально отказались от вот этих широких планок они захотели себе именно узкое обрамление окон поэтому здесь используется именно эта планка они вот такие специальные широкие планочки для отделки окон просто в комментариях мне писали кто-то писал что нельзя использовать вот эти вот тут эти джерейки вокруг окон ну как сказать их не то что не совсем нельзя они просто а не смотрятся на большинстве домов и на фасаде лучше конечно на таком голом фасаде лучше использовать широкий наличник почему здесь использованы узкие потому что здесь будет здесь вот использованы вот эти декоративные вставки если мы сделаем широкие широкое обрамление то фасад будет выглядеть не так красиво как как он кажется красивым заказчику поэтому заказчик настоял на узкой отделке окон на отделке окон узкими панелями ой вот этими узкими планочки ну и сейчас ребята доделывают вот так сказать последний кусок не знаю за какое количество дней они доделают но вот я здесь совсем несколько там десятков минут не знаю минут двадцать наверно нахожусь и как видите они уже натянули ветрозащиту бьют очень оперативно планки я думаю что сейчас день через полчаса уже начнут монтировать сайдинг возможно даже они сегодня доделать может быть завтра значит что еще ребята сделали они отделали трубу видите труба она отделана труба отделана теми же панелями как и вот рядом с окнами с дверью то есть имитация камня сделаны металлические уголочки и все это дело прикручены как вы помните труба была отделана цсп и прямо на цсп это все дело прикрутили залез на крышу показать вам поближе как отделывается труба здесь есть ряд особенностей как вы помните вот этот короб он сделан из таких металлических профилей как типа гипрочных профилей вот и вот эта планка коричневая планка и вот эти вот пластиковые панели они крепятся именно в углах потому что у нас в углах и есть вот этот внутри гипрочный профиль в которой собственно и будет закрепляться закрепляется вот это коричневая планка и в которую закрепляется и вот эти вот пластиковые панели смотрите а крутится кровельными саморезами с резинками чтобы не было никаких там протечек дополнительных но и сблизи посмотрите как выглядит проход через крышу трубы не знаю как вам здесь видно нет вот видите смотрите дырка дырка от самореза видать здесь лестницу печники когда делали лестницу просто саморезом закрутили в крышу конечно из-за этой дырки там течи не будет там протечки большой не будет но все равно неприятно кстати это момент такой когда смежные но не смежные некоторые специалисты относятся как-то вот не очень хорошо относятся к работе других специалистов то есть кровельщики сделали крышу да там например сделали аккуратно а приходят печники ковыряют крышу как попало там что-то делать я не говорю про них про вот этих которые здесь были здесь вроде сделано все аккуратно но зачастую это так бывает что приходят люди например монтировать стеклопакеты им абсолютно наплевать что они портят какую-то другую работу так же и здесь так сказать в миниатюре получается что делали печку но в крышу загнали саморез чтобы лестница держалась ну и раз я залез на крышу покажу вам момент такой как примыкание крыши к стене как видите используется вот такая вот здесь такой подкладыш на не знаю такую такая мягкая планка примыкания потому что когда металлочерепица стыкуется либо железная крыша то вот эта планка она такой внутренний угол он железный а здесь он видите мяки специально наверное продается рулон вот этой вот штуки вы из нее вырезаете крепите обычными клопами а нет гвоздями гвоздями крепится к стене клеится наверно паяльной лампой клеится крыши и получается вот такая вот стык такой когда вода попадает у нас со стены она спокойно стекает на крышу вот я здесь вам сейчас это покажу видите то есть по сайдингу например вода течет осадки у нас и и попадает вот у нас подкладочный ковер торчит вот он чуть-чуть и уже крыша то есть попадает у нас на него на крышу но здесь кстати вот они использовали джерейку вот вообще когда внизу используется не джерейка вот этот планка а используется такой пластиковый отлив здесь вода будет попадать внутрь джерейки и как по желобу ну и как по желобу будет вот здесь вытекать и в водосточку все полез я вниз ну что ж друзья наверное по фасаду это все новости работа делается значит я поинтересовался сколько стоит вот отделка в таком объеме с таким количеством окон потому что сайдингом отделывать вот когда много всяких подрезок элементов естественно дороже чем когда просто квадратный дом короче смета тут меняется потому что заказчики вносят некие изменения вот но как бы вот сейчас цена такая примерно 200 тысяч рублей за работу в которую входит навес сделать навес с крышей обшить сайдингом сделать отделать трубу ну и навес над входом вот то есть вот это вот ну практически а ну и низ тоже значит все вот эти вот наружные работы вместе с верандой и с навесом по работе 200 тысяч по материалам наверное примерно столько же поэтому ориентировочно отделка наружная отделка вот этого конкретного дома вместе с верандой что веранда тоже как бы входит в эти деньги обходится работа плюс материалы примерно в 400 тысяч рублей ну если мне там заказчик расскажет прям вот до копейки сколько было потрачено на этот дом я вам тоже расскажу но примерно ориентируетесь на эту сумму так так отвечу на вопрос задавали мне вопрос если в трубу на крыше будет попадать дождь будет попадать какая-то вода куда это вода попадает значит вода это вся попадает и в том числе конденсат который тоже образуется вот в трубе печной попадает в топку попадает прям в печку когда вы ее топите у вас соответственно все испаряется если туда вода попадает залетая через трубу если вы не топите то и и туда прям как-то вот воды много налилось то все будет собственно внутри самой печки если печка там не герметичная то вытечет на пол короче все попадает в печку труба от печки до самого верха сделана по такому принципу нахлёст там же сэндвич сэндвич трубы они вставляются друг в друг друг друга и верхняя труба она вставляется в нижнюю так вот с нахлёстом что если вода будет сверху течь она у нас как по чешуе стечет самый низ она не попадет у нас в стыке труб печных ну вот этой вот трубы некоторые печники делают наоборот они собирают делают нахлёст нижней трубы как бы на верхней вот у нас верхняя и они нижнюю вот делают так и получается что если например как не знаю какая у них логика что типа дым будет идти и вот он щели не попадет а вода и конденсат будет течь она в эти щели вода и конденсат попадет намокнет изоляция в общем вода будет попадать не туда куда нужно и поэтому правильно делать именно нахлёст сверху вниз чтобы у нас вода спокойно стекала в печку это гораздо лучше чем когда у вас вода будет попадать вот в этот ваш короб изоляционный который находится вокруг печки также задавали вопрос зрители по поводу окон то есть те косяки которые выявила тепловизионное обслуживание обследование в окнах было ли это как-то исправлено значит я не видел сам я спросил вот у ребят они говорят да приезжали окончики перепенивали окна то есть реально берут вытаскивают убирают пену не знаю может быть даже снимают окно и заново вставляют запенивают вот они это сделали но наверное тепловизионное обслуживание обследование будет заказывать заказчик самостоятельно потому что то первое обследование было за счет компании виллази хаус которая строит дом ну строила сам дом потому что они свой дом таким образом сдают заказчику это у них включено в договор и они свой дом сдали то есть дом тепло не пропускает то есть это обследование тепловизором показало что дом у нас хороший то есть косяки были только в окнах все и соответственно виллази хаус все закончила стройку обязательства свои выполнила и съехала а теперь с окнами я не знаю как проверить хорошо не хорошо запенили пойдемте посмотрим что там да как итак я зашел в дом ребята до сих пор не поменяли стеклопакет а а ты вот оно что ясно а вот этих штук не было это наверное они как раз таки вот так и допенивали потому что я помню что окна косяки были вот с этими окнами на первом этаже слушайте я но я не знаю насколько это годится то есть получается что ребята окна у нас как перепенивали они окно не вытаскивали они каким-то образом наверное локально вырезали пену и туда напенили новой пены и напенили так что она вот тут вот повылазила а как здесь подоконник ставить слушай а тут и подоконник то и не поставить потому что тут пены напенили то есть ее надо будет вот эту вот это все отдирать вот эту пароизоляцию подрезать то есть вот эта вся пена это конечно какое-то я не знаю херня полная ну-ка посмотрим ну вот здесь хотя бы можно подсунуть подоконник каким-то образом но это окно наверное не пенило сейчас посмотрим другие а тут такая же картина короче просто нафиг ах ни хрена себе вот и вот смотрите вот здесь вот полукругом все вот видите вот пена здесь торчит да и вот здесь вот так вот полукругом выступает дальше пластика то есть как отделывать окна я вообще не представляю на мой взгляд конечно пусть они как-то прокомментируют свою такую работу но вот при за представляете вот здесь вот так они запенили до пароизоляция как это окно отделаешь вот здесь торчит вот кусок пены реально вот это все взбухло круглое это получается что нужно будет это все отдирать срезать внизу пароизоляцию тоже срезать потому что она прилипла к этой пене она полукругом выпирает и никак не всуну туда подоконник мне кажется что это хреново сделанная работа здесь тоже самое я вышел наружу вот здесь пока окна не за не закрыты сайдинга блин а там пустота по моему так не должно быть короче я вам не могу как бы эту пароложку там отодрать не хочу портить здесь но по факту вот пена она до пароложки еще наверно где-то сантиметр вот здесь пены прям под пароложку ой а здесь пусто короче друзья пена находится где-то там в глубине примерно наверное сантиметр пустоты до пароложки по идее пена должна быть здесь как можно больше потому что даже теплоизоляция пена еще является теплоизолятором а здесь получается что ее напенили совсем мало и пустота не вам в камеру не увидеть потому что так может быть вот здесь сейчас друзья попробую камеру навести так чтобы вам видно было нет не видно солнце ярко светит короче вот мы на газобетонном доме делали мы пенили у нас пена прям впритык к пароложке то есть она достаточно она практически полностью с размер с окна занимает все пространство и а здесь получается что пены пена не до конца напенена и где-то сантиметр до пароложки вот в некоторых моментах здесь не хватает что мы по итогам имеем наверное день или два потребуется ребятам наверное два потребуется чтобы доделать сайдинг по работам наружная отделка такого дома а он у нас примерно 160 квадратов получается где-то в 400 тысяч рублей 200 работа 200 материалы вот вместе с верандой это не только сайдинг если смета изменится и мне расскажут конечную стоимость я вам тоже расскажу с окнами какая-то непонятная история вот создается ну по крайней мере у меня создалось такое впечатление что вот эти окна были переделаны перепенены как-то на отфигись какой-то вот потому что когда вставляется окно да и функция пены там и вообще вот чтобы вставить окно вставляем стеклопакет не для того чтобы просто вставить стеклопакет и все остальное нас не волнует нам же этот стеклопакет да он должен выполнять свою функцию окна быть там не знаю теплоизолированным там вот это пены должны быть определенное количество сделан и сделан аккуратно чтобы можно было сделать отделку а когда из окна торчит вот такие вот бугры пены которую впоследствии нужно будет подрезать подрезать тогда встает вопрос зачем тогда вот эта вся пароизоляция которая в момент подрезки пены вся обрежется изнутри то есть надо либо эту пароизоляцию вообще не крепить сейчас напенить а потом ее крепить ну вот эта блестящая изнутри пленка либо как-то делать по-другому но то что здесь сделано вот сейчас то что вот эта пена она прилипла к этой пароизоляции внутренней торчит вот такими большими кусками внутрь помещения это конечно безобразие отделать такие окна будет крайне сложно и непонятно почему они таким образом как бы допенили да просто взяли где тепловизор показал на картинке показал что там плохо пропенено они туда просто добавили пены причем там ее так напенили безобразно а вот здесь например на наружных окнах на вот этой вот на вот этих нижних окнах да где туда за пароложку щупал примерно сантиметра пены не хватает да это мы теряем примерно сантиметр по теплоизоляции короче с окнами какая-то ерунда здесь творится надеюсь что все в конце концов будет благополучно но я думаю что тепловизор нужно будет заказывать чтобы проверить окна потому что это будет в будущем проблема это будет сырые подоконники сырая отделка там будет появляться плесень и так далее то есть вот этот вопрос теплоизоляции правильно правильной установки окон нужно обязательно решить потому что это сильно будет отравлять в будущем жизнь и тепловизор вот сейчас на глаз не определить хорошо они там запенили нехорошо тепловизор заказывать нужно по моему он стоит тысяч пять выезд и скорее всего это будет оплачивать заказчик посмотрим если будет такое обследование здесь и мне будут доступны результаты этого обследования я с вами обязательно поделюсь все друзья 75 не календарный рабочий день строительство дома и сип панелей продолжается а я отсюда уезжаю приеду сюда наверное через несколько дней когда ребята наверное будут заканчивать я у них взял телефон чтобы вот созвониться и приехать там в последний момент и доснять финиш в наружной отделке этого дома все друзья с вами был Андрей Лошкарев пока пока и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова